Владимир Путин отправил Николая Цуканова в отставку. Чем обусловлено такое решение президента и кто теперь возглавит регион? Удобнее и вместительнее. В Калининград прибыли 100 новых автобусов. На чем будем ездить с 1 августа? Слишком много кабанов. Почему Россельхознадзор хочет расстрелять животных на Курской косе? Курение не только вредит здоровью, но и доводит до скамьи подсудимых. На границе задержали калининградца с крупной партией сигарет. Фанта из-под крана. У жителей поселка Прибрежный течет вода, похожая на лимонад. Совпадает ли жидкость с популярным напитком не только по цвету, но и по вкусу? О том, что еще произошло в городе и области в четверг, 28 июля, расскажем в ближайшие минуты. В эфире первого городского служба новостей город. В студии Кирилл Попов. Здравствуйте. И к главной, даже сенсационной теме. Сегодня Владимир Путин отправил Николая Цуканова в отставку. Впрочем, без работы теперь уже бывший губернатор не останется. Он займет пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Уже известен и его преемник. Временно исполнять обязанности главы региона будет Евгений Зиничев, который с июня прошлого года возглавлял Калининградское управление ФСБ. Что это? Неожиданные перестановки или заранее продуманный план? Является ли такая рокировка случайностью или спланированной акцией? А главное, что ждет область под управлением нового руководителя? Во всех тонкостях попытался разобраться мой коллега Марк Шкода. Спонсор темы дня – правовая поддержка Татьяны Зубатовой. Все виды юридических услуг. Рассчитываю, Николай Николаевич, что на новом месте работы вы используете все свои знания, для того, чтобы все положительно использовать и в других регионах Северо-Запада, которые, безусловно, являются одним из ключевых в Российской Федерации. Сообщениями из Кремля сейчас пестрят все российские СМИ. Новость федерального масштаба. Некоторые издания уже вынесли свой вердикт. Новая должность для Николая Цуканова – непочетная пенсия, а повышение. С таким мнением согласны и в Калининграде. Я думаю, что на том посту, который сегодня предложен Николаю Николаевичу, он может себя раскрыть с новой стороны и, может быть, даже значительно более эффективнее, нежели на посту губернатора. Депутат добавляет, случившиеся пристановки – не случайность. И акцентирует внимание на личности, исполняющего обязанности губернатора. Им стал Евгений Зиничев, бывший глава Калининградского ФСБ. По мнению Александра Витошкина, год назад Зиничев занял свой пост не случайно. А дальше все будет развиваться по плану Кремля. Я в какой-то степени даже рад, что высшее руководство страны не забывает о Калининградской области. Подобного рода решения говорят о том, что все-таки президент понимает, что мы форпост. В пресс-службе Кремля сообщают, назначение на пост губернатора выходца из ФСБ – личное решение Владимира Путина. А исполнять обязанности главы региона Евгению Зиничеву придется довольно значительный срок. Как рассказали в Калининградском избиркоме, дата внеочередных выборов губернатора уже известна. Они пройдут 10 сентября 2017 года. В этом году выборы невозможны. Последняя дата начала предвыборной кампании осталась позади. Вот в этом году, для того, чтобы выборы состоялись в единый день голосования, этот срок уже пропущен. Он был 25 июля, это был последний день, когда могли быть назначены выборы высшего должностного лица. Соответственно, выборы состоятся в следующем году. То есть, если бы Николай Цуканов отправился в отставку в понедельник, выборы нового главы региона могли состояться уже через полтора месяца. И по мнению политолога Михаила Берендеева, это тоже может быть неспроста. Как и недавние увольнения в руководстве Балтийского флота. Скорее всего, Евгений Зиничев рассматривается правительством страны не как временщик. А на фоне обострившихся отношений с соседями, нашей области и дальше могут пригодиться умения сотрудника силовых структур. НАТО сегодня ведет серьезную активность вокруг границ, прежде всего, вокруг границ России с Калининградской областью. Когда под вашим боком проводятся различные недружественные саммиты НАТО, как недавний саммит, состоявшийся в Варшаве с весьма агрессивной риторикой, конечно, Россия должна предпринимать какие-то действия. По поводу Николая Цуканова сейчас высказываются многие. Бывший губернатор занимал свой пост неполных шесть лет. И после его отставки самое время подводить итоги. Самые высокие темпы строительства в стране, повышение зарплаты пенсии более чем на 50% и проектировка курортной зоны. Все эти достижения последних лет во многом ставят в заслугу Николаю Цуканову. Но главный его проект сейчас находится за моей спиной. Это стадион к чемпионату мира 2018 года. Николай Николаевич лично заявлял, что сам контролирует ход строительства. Сейчас же возникает вопрос, что будет со стадионом дальше. А дальше как бы не стало хуже. Как стало известно, сегодня строители стадиона объявили забастовку из-за задержек по зарплате. И как рассказывает калининградец Иван Мельников, это и не мудрено. Молодой человек проработал на объекте 2,5 месяца. Теперь рассказывает, оттуда бегут все работники. Поначалу была ставка час 140 рублей. В документе в последнем было указано 67 рублей. То есть ночные смены, переработки. Нас заставляли работать. Говорили, что если ты не выйдешь на работу, допустим, завтра, либо если не задержишься до 9 вечера, до 12, до 3 часов ночи, если не будешь работать, ты уволен. Иван добавляет, после увольнения он так и не добился от подрядчика всех выплат. Депутат Калининградской областной думы подтверждает, Евгению Зиничеву досталось непростое наследство. И если он ставленник Кремля, то должен принести с собой и дополнительную поддержку со стороны высшего руководства страны. Мне думается, что новое ООН должен ставить вопрос, что все эти затраты должны покрываться федеральным центром. Решение о проведении чемпионата мира в Калининграде принималось не здесь. Оно принималось в другом месте. И поэтому Россия, конечно, должна наш регион поддержать. Уже в пятницу Николай Цуканов вылетит в Санкт-Петербург. К слову, бывший губернатор до сих пор не выступил с прощальным обращением к калининградцам. Не дает комментариев и пресс-служба областного правительства. Марк Шкод и Екатерина Кальниченко. Служба новостей город. И к другим темам. Новым маршрутом новый транспорт. В Калининград приехали 100 современных белорусских автобусов. Они вместительнее и удобнее. В этом вместе с главой города сегодня убедились журналисты. А уже 1 августа оценить преимущества техники смогут все калининградцы. Теперь более 70% общественного транспорта города будут составлять белорусские МАЗы. Александр Ярошук сообщил, что при покупке новых автобусов власти старались учесть все пожелания калининградцев. А также провели исследования среди всех крупных автопарков страны, чтобы выбрать лучшую технику. Все приехали с этих предприятий, с Питера, с Москвы. И однозначно рабочие наши, которые будут потом эксплуатировать, что МАЗы в эксплуатационном плане намного лучше и надежнее, чем другие марки. Во всех МАЗах современное оснащение, пандусы для заезда колясок и новая система навигации. По GPS можно будет также отслеживать маршрут транспорта. Градоначальник заверил, что новые автобусы будут ходить по расписанию. А в следующем году мэрия планирует закупить еще одну партию белорусской техники в рамках подготовки города к чемпионату мира 2018. А тем временем в торговых центрах и на остановках города начнут развешивать макеты новой маршрутной сети. Сегодня из типографии вышел тираж листолог, на которых можно будет найти нужный автобус и проследить его движение по схеме. О том, какими еще новостями живет Калининград, расскажем далее короткой строкой. В Россельхознадзоре предложили уничтожать кабанов на Курской косе. На 1000 гектаров должно быть не более двух особей. В национальном парке эти правила не соблюдаются. В конце февраля там насчитали 66 кабанов. А вот литовская сторона численность животных регулирует. Данная мера направлена на профилактику африканской чумы свиней. В Калининград приедут роботы со всей страны. 27 июля в поселке Ушакова стартовал Всероссийский робототехнический фестиваль. Победителя выберут из проектов, разработанных командами в летних научно-технических лагерях «Космороба», где занимались ребята из разных регионов России. В день города и день ВМФ в Балтийск пойдут дополнительные поезда. Три состава уйдут с Южного вокзала в 7.35 и 8.10. Из Балтийска уйдет 4 поезда в 14.00, 16.00, 17.55 и 20.20. В то же время из-за увеличения маршрутов в Балтийск будут отменены составы дошиповки. Дополнительную информацию уточняйте на сайте Калининградской железной дороги в разделе новости. На кинофестивале «Короче» в Калининграде покажут 38 фильмов. В конкурсную программу этого года попал фильм Елизаветы Ронковой «День рождения». Председателем жюри, как и в прошлом году, станет продюсер Игорь Толстунов. Фестиваль пройдет в кинотеатре «Заря» с 19 по 21 августа. Бегемота Тошу из зоопарка решили отдать в сафари-парк Краснодара. В конце июля-начале августа животное в специальной транспортировочной машине сначала доставят паромом в Санкт-Петербург, а затем к новому месту жительства. Детеныш бегемота уже питается взрослой пищей, а больше всего любит банан. Сегодня, 28 июля, в стране отмечают День Крещения Руси. Праздничный перезвон во имя Владимира Красносолнышка в четверг звучал во всех храмах области. Также прошел необычный, но уже традиционный крестный ход на мотоциклах со своей определенной миссией. Основное торжество прошло, как ни странно, не в Калининграде, а в Чкаловске, ведь именно там находится единственный в своем роде храм имени великого князя Владимира. Ранним утром настоятель храма с богослужителями окрестили прихожан святой водой и прочли молитвы о святом Владимире. Сегодняшний день этот праздник, он выходит за рамки только церковного празднования. Это в полном смысле слова и общественный, и культурный праздник для всех россиян. После праздничной службы всех гостей храма ждали угощения и выставка местных мастеров. А тем временем в центре Калининграда на площади Победы к 350-километровому крестному ходу готовились байкеры. Мы везем капсулу с землей, капсулу, где находится земля. С места захоронения Евгения Родионова это воин, воин-пограничник, который погиб за веру. Рядовой Родионов участвовал в военных действиях в Чеченской республике, где и был убит за то, что так и не снял свой крестик с груди. Памятный знак имени героя России Евгения Родионова установлен в Озерске. Именно туда отвезли капсулу с землей. Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем. Накануне машина скорой помощи 15 минут не могла проехать к приемному покою БСМП из-за неправильно припаркованного автомобиля. В это время в скорой в тяжелом состоянии находилась пациентка с инсультом. Люди пытались вызвать ГИБДД, но патрульная машина с эвакуатором так и не приехали. А через 15 минут вышла женщина, спокойно села в свое авто и уехала, сообщают очевидцы. О других происшествиях города и области за минувшие сутки расскажем далее. Партнер рубрики «Место происшествия», «Дорожно-транспортная помощь», «Служба 050». В Калининграде на аллее Смелых произошла авария, в результате которой оказалось затруднено движение транспорта. На дороге столкнулись автомобиль Киа и Ниссан. По данным очевидцев, никто из водителей и пассажиров не пострадал. Вечером в районе поселка Малиновка на трассе Калининград-Светлогорск произошла авария со смертельным исходом. 35-летний водитель мотоцикла не справился с управлением. Байка прокинулся и вылетел на полосу встречного движения, где попал под колеса Вольцвагена. Мужчина скончался на месте. Другой мотоциклист, следовавший за первым из-за несоплюдения дистанции, применил экстренное торможение. Его транспортное средство также перевернулось. Водитель получил травмы. ГИБДД проводит проверку. Жители Калининградской области не пустили в Польшу из-за контрабанды товара. При прохождении таможенного контроля мужчина заявил, что декларировать ему нечего. Однако при осмотре его автомобиля выяснилось, что он спрятал в машине 50 тысяч сигарет разных брендов. Стоимость товара составила 33 тысячи злотых. Теперь Калининградцу грозит уголовная ответственность. В Зеленоградском районе полиция задержала бригаду черных копателей. Семь человек занимались незаконной добычей янтаря. Две мотопомпы, с помощью которых нарушители ввели незаконный промысел, а также 150 граммов уже добытого минерала изъяты. Теперь каждому из старателей грозит штраф в размере 5000 рублей. Следственный комитет разыскивает 50-летнего Краснова Евгения Витальевича. В 1993 году военнослужащий отправился в отпуск из своей части на территории Калининградской области. И с тех пор его местонахождение неизвестно. Любую информацию об этом человеке просьба сообщать в военно-следственный отдел по Зеленоградскому гарнизону, по телефону, который вы видите на своем экране. Или по адресу город Светлогорск, Летний переулок, дом 3. Алексей Колодкин, Лилия Новицкая, служба новостей город. Партнер рубрики «Место происшествия», «Дорожно-транспортная помощь», «Служба 050». Тем временем в ГИБДД определили места с наибольшим количеством ДТП и подошли индивидуально к каждому участку дороги. Сегодня в ведомстве прошла большая пресс-конференция, в ходе которой стало известно, что калининградцев все-таки ограничат скорости передвижения по городу. Действительно, по отчету главы городского отдела ГИБДД Марата Хасазанова, право нарушений на дороге произошло аж на 41% больше, чем в прошлом году. Поэтому сотрудники ведомства вынуждены перейти к кардинальным мерам. На восьми участках дорог с наибольшей концентрацией ДТП в скором времени установят знаки 40 км в час. Принудительно снижать скорость придется на следующих улицах. Ленинский проспект, дом 111, Гагарина 10, Островского парковая аллея, проспект Калинина 57, профессора Баранова 30, Пролетарская 21, Горького 100, Карла Маркса от дома 25 до 50-го дома. Одна из наиболее важных проблем – это наезды на пешеходы. Она составляет у нас 41,8% общего числа происшествий. А в логичный период прошлого года – это 45,8%. По мнению главы ведомства, новые знаки дадут лишнее время подумать обеим сторонам о последствиях своих действий. Также стало известно, что на этих участках планируют установить и камеры видеонаблюдения. Фанта из-под крана. Такое бесплатное удовольствие досталось жителям поселка Прибрежный. Как оказалось, проблема с водопроводной водой у них уже не первый год. Как итог – сантехника в желтом налете и невыносимая вонь. А специальные фильтры приходится менять каждую неделю. Тему продолжит наш дежурный по городу. Партнер рубрики «Дежурный по городу» – Народный завод Теплиц. Здравствуйте! Это «Дежурный по городу». И сегодня нашу съемочную группу пригласили на завод по производству известного во всем мире напитка. Иначе, как везунчиков, жителей Прибрежного никак не назовешь. Ведь фанта у них течет прямо из-под крана. Встанешь под душ, потом приходится чем-то мазаться противоаллергическим, потому что покрываешься весь сыпью. Вода идет желтая, совершенно желтая, особенно горячая. Вообще, это не передать словами, как здорово мы живем. Чтобы попить или помыться, пенсионерке Галине Владимировне приходится покупать бутилированную воду. При этом за такую фанту из-под крана отдавать немалые деньги. А сантехнику намывать едва ли не каждые пять минут. Ну вот горячая вода идет, желтая. Это самый лучший вариант для нас. А вообще она бывает даже коричневая. Отчего все тело покрывается волдырями? Спасает Галину Смирнову только мазь против аллергии. Во-первых, мы ее не пьем, а во-вторых, ей мыться нельзя. Разве можно пить? Это убийство, называется, народа. И никому нет до этого дела. Вот это самое главное. Продавец Раиса Михайловна все прелести ржавой воды прочувствовала на себе. Я один раз выпила, мне капельницу ставили. Да, да, да. Сергею Петровичу повезло не меньше. Мужчина рассказывает такая картина в каждом втором доме поселка. Вода ужасная, особенно по утрам, после отстой или как там, непонятное дело, она ржавая идет. Она желтого цвета, что горячая, что холодная. Мужчина даже на последние деньги купил фильтр, но по опыту соседей знает, менять его придется каждый месяц. Вода совершенно отвратная. Принять ванну просто невозможно. Ее наливаешь, она грязно-желтая. То есть не просто ржавая, просто грязно-желтая. Я говорю, особенно вот набираешь ванну, она просто ужасная, как в болоте. Фу, такая гандость. Эх, жизнь моя рестянка. Полчаса льется, полдня ржавая. Ванну отмыть невыносимо. И когда открываешь кран, вода идет запахом, пахнет болотом. Плохая вода, да быть такого не может, заверяй нас в местном водоканале. У нас ежедневный контроль, химический анализ. У нас своя лаборатория. Вода хорошая. Хотите, я при вас из крана буду пить. Я всегда из крана пью. Мужчина сказал, мужчина сделал. Очень вкусная вода. Рекомендую всем. А вот врач общей практики Юрий Бондаренко такими заявлениями не разбрасывается. К счастью, дома у Юрия Васильевича проблем с водой нет. А вот на работе из-под крана позволяет себе мыть только руки. И то холодной водой, и в определенное время. Ведь вода в поселке, как выяснилось, с хитринкой. И свое истинное лицо в виде желтого цвета показывает только рано утром и по вечерам. Вообще в воде в нашей везде, в Калининграде повышенное содержание. Железо само по себе, не только ржавчины. Вообще, как микроэлементы железа много. Ну, это тоже, конечно, ничего хорошего. Ржавчина – это же народное тело, естественно, там желудок все расстроится. Воду такую просто нельзя сырую пить. А ведь всему виной изношенный трубопровод. Но терпеть неудобства посельчанам осталось недолго. В городской администрации нас заверили. К началу отопительного сезона заменят более 3000 метров сетей горячего водоснабжения. Тогда же из кранов жителей польется чистая, а может даже питьевая вода. Светлана Федорова, Дежурная по городу. Партнер рубрики «Дежурный по городу» – Народный завод теплиц. Российский студент Георгий Тимофеев из Санкт-Петербурга установил мировой рекорд в ловле покемонов. До настоящего времени рекордсменом являлся житель США, который стал первым в мире человеком, собравшим всех доступных монстров в его стране. 142 штуки. У «Россиянина» же, несмотря на то, что официальный релиз игры в России пока не состоялся, в активе 145 покемонов. А тем временем в Калининграде игроманы собираются организовать большую встречу. Она намечена на 31 число. Место сбора пока не объявлено. Чем еще живут интернет-пользователи, кроме игры, которая буквально всех свела с ума? Расскажет Павел Яркович. Всем привет! И вновь новости из соседней Польши. И вновь связанные с представителями животного мира, а точнее с птицей. Пожарные вытащили из болота орла-белохвоста, который, кстати, занесен в Красную книгу. Орел гнался за чайкой и увяз в трясине. Это заметил местный фотограф и сразу же вызвал пожарных. А мог бы и свадьбы фотографировать. Сезон все-таки. А может быть там свадьба орлов была? Вернемся к Калининграду. Творческая молодежь нашего города и победители конкурса документального кино «Наша новая школа» отправились в Москву в рамках экскурсионно-обозревательной поездки «Кинопоезд». Вот несколько довольных лиц. Все они посетят кинокомпанию «Амедиа» и киноконцерн «Мосфильм». Встретятся с режиссерами и актерами и даже поучаствуют в съемках фильмов. Ну, прямо совмещают и отдых, и учебу. У вас сегодня какой-нибудь праздник. Экзамен для меня. Всегда праздник, профессор. А тем временем в одном из торговых центров нашего города некоторым работникам надоело выполнять свои обязанности. И они пытаются развеселить себя как могут. Все правильно. Испугал – получи коробкой по голове. Летом в Калининграде уже традиционно проходит цветофест. Ну, фестиваль красок Холли. Ну, все же видели этих ярких людей в городе. Эх, такой бы энтузиазм в русло нашего города. Они бы ни один район покрасили. И напоследок, как вы наверняка уже все знаете, Николая Николаевича Цуканова отправили в отставку. И поэтому я подготовил небольшой клип. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути Никогда уже не вернуть. Вы смотрели социальные сети. Заходите к нам в группу ВКонтакте, участвуйте в конкурсах и розыгрышах. Делитесь фото и видео с хэштегами «Калининград» и «Первый городской канал». С вами был Павел Яркович. Всего доброго. Увидимся совсем скоро. А теперь пришло время и вам поделиться своими хорошими новостями. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания «Кюнигдорс». Отдохнули на море. После семи лет наконец-то решили пожениться. На косе было море вчера, теплое. Это хорошее место. Мы приехали в гости к детям, поэтому отходим, гуляем, наслаждаемся. Завтра день военно-морского флота, флоту, которому я отдал 27 лет жизни. Поздравляю всех моряков и весь русский народ с этим праздником. Все хорошо, погода хорошая. Люди хорошие, самое главное. Вот у меня внучка со мной в отпуске, это прекрасно. Вот мы совершили с ней сегодня прогулку на катере, попрыгали реке. Центробанк установил курсы валют на пятницу. Как изменились доллар и евро, расскажем далее. Партнер рубрики «Курсы валют» магазин финской одежды «Лухта» и «Сампа». Курсы валют на 29 июля. Доллар США 66 рублей 11 копеек. Евро 73 рубля 41 копейка. Польский злотый 16 рублей 78 копеек. Партнер рубрики «Курсы валют» магазин финской одежды «Лухта» и «Сампа». И по традиции завершает наш выпуск прогноз погоды на завтра. С ним вас познакомит наша ведущая Алена Веселова. Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». Здравствуйте! По народному календарю 29 июля финагея в день. В старину обращали внимание на приметы. Если ботва у моркови поникла, это предвещало дожди. А когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибов. Также считалось, что лето в этот день проходит самую знойную пору. Это были народные приметы. А теперь о погоде на завтра. В пятницу днем в Калининграде облачно и будет идти небольшой дождь. Температура воздуха – плюс 22. А вечером ясно. Столбик термометра опустится до плюс 20. Ветер западный – до 5 метров в секунду. Тем временем в Барселоне – плюс 27. И светит палящее солнце. Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». Если вы стали свидетелем какого-либо интересного события и даже успели заснять его на камеру своего мобильного устройства, звоните к нам в редакцию по номеру 555-085. А на этом наш выпуск подходит к концу. Это были наиболее интересные новости, о которых мы успели рассказать к этому часу. Как будут развиваться события вновь, покажет служба новостей «Город». В студии для вас работал Кирилл Попов. Всего доброго. Увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова